здравствуйте вы попали на кулинарный канал доктора скачков и в этом видео вы узнаете не просто как приготовить настойку чеснока известное средство сохранения молодости вы узнаете несколько больше а именно полезные советы и секреты диетолога как повысить эффективность настойки чеснока без риска для вашего здоровья вашей жизни для части людей их уровень здоровья запрещает прием настойки она для вас может быть смертельно опасной и вы об этом узнаете в этом видео за 30 лет врачебной практике я наблюдал за разными пациентами которые использовали настойку чеснока традиционным способом и часть этой информации в этом видео вы узнаете что было написано в первой источнике а в первой источнике было написано что берете 400 грамм очищенного чеснока измельчаете в ступе пестиком до кашицеобразного состояния смешиваете со спирт содержащий жидкость укупориваете настаиваете в темном прохладном месте две недели процедили отжали используйте каплями по системе внося в молоко что здесь можно изменить а изменить можно многое во-первых хотел бы вам напомнить что это рецепт не омоложение а сохранение молодости иными словами и как это проверить самом рецепте есть вы должны лично измельчить 400 грамм чеснока до кашицеобразного состояния в ступе это достаточно серьезная физическая нагрузка которую проверяет вашу молодость если вы это можете сделать за один подход прекрасно кстати если вы именно так измельчали чеснок напишите я смог измельчить ступе легко и просто все 400 грамм чеснока а если у вас появляется одышка повышается артериальное давление усиливается сердцебиение или увеличить частота пульса иными словами вы вынуждены делать перерывы я бы не советовал терпеть эти проявления вашего реакцию вернее вашего организма на эту физическую нагрузку советую бы эту нагрузку прекратить из настойка чеснока вам сегодня по этому признаку противопоказано вы можете использовать чеснок в пищу если он у вас не вызывает дискомфорт но пища должна быть не жирной и никогда не содержать алкоголь иначе у вас может создаться похожие концентрация биологически активных веществ в пищеварительной системе и вы можете вновь рискнуть своим здоровьем иными словами сало с чесноком и спирт содержащий напиток вам может нанести не меньше вред чем настойка чеснока правильно приготовленные я бы советовал вам использовать по-иному чеснок и как более правильно найдете в других видео на моем видео канале ну а современные условия можно использовать упростить систему взять чеснокодавилку она дает похожую консистенцию массы чесночный для извлечения биологически активных веществ и в этом случае принципиально концентрация спирта должна быть в районе до 50 градусов в этом случае спирт не обладая активными дубящими действиями помогает извлекать активные вещества из чеснока конечно можно использовать и более современное средство можно использовать соковыжималку ну сок чеснока кто этим пользовался знаете он очень густой маслянистый такой консистенции в этом случае финальная концентрация спирта в настойке она должна быть не ниже 20 градусов спирт может быть любой концентрации данном случае не играет значение концентрация спирта имеет значит выше 20 градусов там может быть любая потому что настойка у вас готова здесь и сейчас настаивать собственно нечего у вас сок и спирт уже встретились вместе и можно использовать использовать нужно правильно и когда вы используете этот спирт нужно правильно выбрать молоко если у вас нет лактазной недостаточности вы используете цельное молоко иными словами не обезжиренное молоко это условие действия настойки чеснока именно в том месте где вам нужно если использовать без молока настойка чеснока в большей степени обладает сокогонной и желтегонной активностью это тоже важно для выведения холестерина но не все возможности вы используете а вот когда появилось молоко и жиры молока настойка чеснока попадая в жир не попадает в таком количестве печени она по лимфатической системе минуя печень попадает к вашим легким и вы в этом случае почувствуете эффективность препарата подтверждает аромат чеснока выдыхаемом воздухе если у вас это происходит зачем все делаете правильно и бонусы по здоровью вы получите а далее максимальная концентрация попадает в аорту где и начинается аторослероз сосудов и вы занимаетесь активной профилактикой аторослероза сосудов если же вы принимаете настойку чеснока у вас появляется боль в сердце непростая ситуация я расскажу чуть дальше как этим как этому правильно относиться а вот эта система она уже рабочая и это то что написано было на глиняных табличках ее можно усилить ее можно усовершенствовать а именно для того чтобы окисленный холестерин которые биологически активные вещества чеснока растворят в кровеносной системе и ваша печень легко и просто сконцентрирует желчном пузыре а на следующую порцию настойки чеснока все это выйдет кишечник чтобы он не вернулся обратно кишечнике должен быть сорбент я бы сказал обменный сорбент и на мой взгляд самый лучший сорбент который вы можете использовать постоянно иными словами годами и десятилетиями это яблоко конечно же я бы советовал вам не свежие яблоки использовать а запеченные запеченные правильно а именно вы яблоки всегда делаете в нем дупло удаляете сердцевину с семенами где находится синильная кислота освободившиеся место можете заполнить скажем так творогом у вас яблоко превращается в самостоятельный продукт питания можете заполнить чем не быть иным можете заполнить сухофруктами это уже говорится ваш выбор что вы сделаете дальше с яблоком самое главное яблоко должно быть термически обработанным в этом случае это мягкий надежный сорбент который будет спокойно выводить холестерин из ваших из вашего организма уже не из сосудов из сосудов выводит настойку чеснока яблоко из сосудов холестерин вывести не может просто не попадает а находясь кишечнике настойка чеснока этот окисленный холестерин на пектин и яблоко сбросит если вам нужно больше эффект у вас вы понимаете что в роду атеросклероз развивается рано сосуды могут изменяться в более молодом возрасте и вам нужно более активная профилактика не вопрос да используйте еще один продукт это морковь также термически обработанная на нас больше пользы для вашего организма и главное морковь нужно правильно подготовить часто с моркови сдирают шкуру я бы советовал ее хорошенько погладить потереть и убрать всю грязь поверхности не повреждая внешнюю кожицу под которой находится кладезь биологически активных веществ крайне важны к вашему организму не здесь опасность находится экологическая опасность находится внутри моркови в стержне именно там идет сока движения и фильтруются основные экологические токсины неважно пестициды гербициды канцерогены соли тяжелых металлов все будет находиться в стержне моркови вот они на ее поверхности с ее поверхности легко избавиться а вот внутри возможны варианты но термическая обработка обеспечивает хорошую фиксацию этих опасных веществ на пектинах моркови и транзит по желудочно кишечному тракту а на свободные места будет крепиться окисленный холестерин и вся конструкция будет покидать ваш организм не навредив вам стоит вам из моркови отжать сок у вас появляется экологический риск иными словами то что окружала морковь и могло навредить вашему здоровью и сока она вредит наиболее эффективно поэтому морковный сок я бы не советовал использовать если вы не уверены в экологической чистоте того участка на котором морковь росла если вам нужно еще больше эффект возможно у вас есть проблемы с кишечником и даже в таком варианте холестерин успевает вернуться из пищеварительной системы в кровь не вопрос есть очень хороший поршень для работы вашего кишечника присутствие которого в пище лишает вас запора это свекла свекла если она находится в вашем рационе она также помогает вам активно бороться с атеросклерозом предупреждать его развитие ваших сосудах свеклу уже также правильно подготовить вот с нее шкуру сдирать нужно вся экологическая опасность находится под кожицы свеклы там где идет сокодвижение поэтому здесь как раз после того как вы свеклу помыли нужно с нее содрать всю шкуру и она становится безопасной дальше любая адекватная термообработка которую вы себе можете позволить делает свеклу прекрасным сорбентом и для фоксических веществ и для холестерина в том числе как принимать настойку чеснока правильно вы первоисточники написано начинаете от одной капли в молоке а можно вместо молока если у вас есть лактаза недостаточно заменить на кефир йогурт кумыс там айран любой кисломолочный продукт в котором молочный сахар уже отсутствует а присутствуют органические кислоты которые помогли переварить белки молока и вы легче их усвоите и переварите а молочный жир в этом случае не страдает а именно он важен для того чтобы снижать холестерин и беречь ваши сосуды в первой источнике написано первый день по одной капле три раза в день перед едой второй две постепенно повышаете до 25 капель потом спускаетесь до одной капли потом почему-то 25-30 капель и употребляйте друг до окончания настойки пока она у вас не закончится эта порция на один прием на одно вот такое вот скажем так сохранение молодости в вашем организме и кстати в первоисточнике не советовали использовать чаще чем раз в пять лет я по-другому советую использовать настойку чеснока потому что не все могут себе позволить вас появляется еще один тест вашей сердечно-сосудистой системы а именно у значительной части людей даже при постепенном увеличении количество капель настойки чеснока появлялся дискомфорт либо боль в области сердца головные боли напомню вам что скорее всего настойка чеснока просто показывала слабые места в вашем организме иными словами где вам нужно более прицельная более точная диагностика если у вас появилась боль в области сердца то вам не боль терпеть нужно когда пройдет вам нужно даже не постепенно а прервать прием настойки чеснока обратиться к кардиологу сделать как минимум электрокардиограмму а как максимум белоэргометрию и понять в каком реальном состоянии находится ваша сердечно-сосудистом если она в хорошем состоянии то вы можете настойку чеснока использовать но уже по методу доктора скачков а именно первый день вы используете по одной капле вы столовой ложке молока кумыса тана и ран любой вариант по вашему выбору либо можете использовать в чайной ложке масло там льна масло тыквы то есть эти масла тоже помогут вам бороться более активно с атеросклерозом чайная ложка каплю капнули прямо перед едой дальше вас сразу без перерыва пошла еда в этом случае вы не рискуете обострением хронического панкреатита который есть у каждого второго взрослого жителя планеты как использовать 4 5 раз день используйте вот таким образом первый день по одной капли 2 по 2 капли 3 по 3 капли где же ноу-хау а ноу-хау в том что большее количество капель не советую вам повышать чем большее количество капель вы будете использовать тем больше риск для вашей сердечно-сосудистой системы вам нужно обмыть тем сложные места в ваших сосудах которые мешают движению крови большое количество настойки чеснока может не обмывать а подрыть бляшку и и отрыв и либо инфаркт либо инсульт бляшка по кровотоку идет сторону более узкого сосуда и в соответствии с тем какой участок атеросклеротической бляшки какой объем был разрушен такого калибра сосуды перекроется и будет либо инфаркт либо инсульт кстати инфаркт может быть не только мышцы сердца но инфаркт почки тоже может быть это взаимосвязанные вещи поэтому я бы не советовал вам использовать большие дозы которые могут проверить ваш уровень здоровья ваши родственники точно будут знать что у вас такие эта проблема была только малые дозы помогают вам плавно постепенно снижать уровень холестерина и беречь ваши сосуды напомню что пять тысяч лет назад экология была другой и атеросклероз развивался все таки в более почтенном возрасте возрасте старше 67 лет 60 это мужчины 70 женщины сегодня атеросклероз несколько молодился мужчин с 25 летнего возраста при неправильном образе жизни может образовываться бляшки в сосудах у женщин с 35 летнего возраста гормональные изменения способствуют развитию атеросклероза сосудах вернее скажу по-другому не препятствует развитию атеросклероза в сосудах если у женщины система питания образ жизни не соответствует оптимальным атеросклероз может быть настойка чеснока нужна сегодня не эпизодически как это было 5000 лет назад а более постоянном режиме иными словами вам нужно поддерживать свои сосуды в хорошем состоянии системе под названием здоровый образ жизни вот тогда ваш уровень здоровья будет лучше а ваша жизнь дольше вот на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео не забудьте поставить на него лайк можете сделать репост вот и до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а а также школа доктор скачко instagram